Чёрное зеркало В сегодняшней программе мы говорим с вами о трёх самых главных, по моему мнению, по крайней мере, очень важных вещах для каждого из вас. Это мир в Украине, это ваша безопасность, когда снизится рост преступности, наконец, и ваше здоровье. Какие реформы могут спасти нашу систему здравоохранения. Начинаем прямо сейчас. Я приветствую всех собравшихся, приветствую аудиторию. Спасибо, что нашли время в пятничный вечер, пришли к нам. Хочу всем напомнить, что сегодняшний день праздничный в Украине. Сегодня мы празднуем и чествуем наших героев, защитников Украины. Но в первую очередь, безусловно, мы должны и почтить память тех, о ком сегодня мы скорбим. Тех защитников, которые уже мир в Украине не увидят. Это и герои Небесной сотни, и все, кто полегли в боях на востоке Украины. Я прошу минуту молчания. Спасибо. Заслуги наших ребят на фронте, они неоспоримы, и переоценить их невозможно, согласитесь. Без них, без лишнего пафоса, на сегодняшний день Украина могла и не быть. Но очень сильно им там нужна помощь на другом фронте, дипломатическом, политическом. Вот об этом мы сегодня и поговорим. Начнем с Минских соглашений. Эта тема на этой неделе зазвучала снова, и снова политики и дипломаты спорили о том, единственный ли это путь к наступлению мира в Украине, нужно ли их выполнять или не нужно. Вы, я уверен, сейчас склеснетесь в этой схватке снова. Кто верит, а кто не верит в прогресс по выполнению Минских соглашений на сегодняшний день? Сергей. Ну, мне кажется абсолютно очевидным, что Минские соглашения, первая часть которых была подписана еще в вересне 2014 года, то есть больше двух лет назад, за станом на сегодняшний день не работают. Не выполнено даже первый пункт, и это вся же неопринение в огню, не говоря уже про иную. И эту очевидную, абсолютно очевидную речь на цьому тижне визнали практически все, в том числе пан Штайнмаер, выступающий в парламентской асамблее Ради Европы, змушений был визнать, что выборы проводить в Донецьку, Луганску неможливо, выходя из отсутствия будь-яких безопасных ситуаций. И, до речи, обговорюючи украинские вопросы у парламентской асамблеи Ради Европы, две женщины-доповедачки, это чешская парламентарка Кристина Зеленкова и парламентарка из Німеччины Мария Луиза Бек, честно сказали, что если никто не может обеспечить двум тендитным женщинам безпеку в Донецьку и Луганску, а они не смогли приехать на оккупованные территории, потому что им не гарантировали безпеку, то как же можно проводить выборы? И это чуткий сигнал, и это чуткий индикатор того, что, на жаль, Минские угоды не работают. Артур Герасимов, а что скажете вы? Что происходит с переговорами? Насколько нормандский формат на сегодняшний день дееспособен? Я бы хотел нагадать, что саме через Минские угоды на Россию накладывали санкции. И на сегодня мы чутко увидели и в выставке Штейнмайера, и в заявах Оланда. Санкции накладывали за захопление Криму, а также за агрессию на Донбассе. Так, так. Тому я вам хочу сказать, что еще 6 месяцев тому, один рік тому, вы знаете, робота, очень серьезная работа Российской Федерации в Европе, она давала им плоды. И очень много европейских политиков, с которыми мы встречались, они говорили, что давайте выполнять политическую часть, давайте организовать выборы. Но наша стойкая позиция, стойкая позиция президента Украины, всех парламентарей, которые объединятся, мы можем здесь, в Украине, занимать любые политические позиции. Но я очень благодарен, например, нашим делегациям парламентской особенной Ради Европы, нашим делегациям парламентской особенной ОБСР и другим делегациям. Потому что когда мы уезжаем за кордон, мы единственная команда. И благодаря этой единстве, наших международных партнеров, очень четко удалось доказать всем, что, прежде всего, безопасные условия. И сейчас вы видите, что все заявы проведенных европейских политиков, чётко подтверждают эту позицию Украины. А что касается «Працюю или не працюю», то я вам хочу сказать, что на сегодня ключевое вопрос для того, чтобы санкции относительно РФ не только были продолжены, а были и подсилены. И именно от этого зависит то, чтобы мы примусили их, прежде всего, прекратить огонь и, прежде всего, прекратить постачать оружие и боеприпасы до окупованной территории. На Западе неоднократно говорили о том, что необходимо параллельное выполнение и политической части Минских договоренностей, и вопросов, связанных с безопасностью. Если Россия не будет выполнять свои условия, Украине что делать? Я вам объясню очень просто. С мной очень много говорили послевы неземных государств, и я вам предложил очень простую историю. Если вы говорите, что мы можем параллельно выполнить, например, это вопрос относительно выборов на окупованной территории, я готова завтра сезти с вами в машину, повезти украинский прапор и поехать в Донецк и Луганск. Если мы на протяжении недели проедемо Шахтарск, Харциск, Стаханов, Луганск, Донецк, и повернемся, и все нормально, я готова начать об этом разговоре. Николай, как вы считаете, вот это параллельное выполнение, параллельное выполнение этих договоренностей, это реально или нет? Я готов, кстати, господин Герасима к вам присоединиться в этой ситуации. Я думаю, что все прекрасно понимают, об этом четко было сказано в том же Страсбурге на этой неделе, в отношении того, что Минский процесс – это единственный на сегодняшний день путь возвращения мира в Украину. Европа четко сказала о своих ценностях. Это единство и территориальная целостность Украины, это европейский выбор Украины, это поддержка демократии. Перед эфиром было достаточно, так коллеги спорили, чья же победа Страсбург, то есть кто в результате Страсбурга победил. Я считаю, что в результате последней сессии ПАСЭ однозначно выиграла государство Украина и однозначно проиграла украинская власть, потому что четко власть продемонстрировала, что Минск она выполнять не хочет. И Оланд, и Штайнмайер, и мы встречались с руководителями практически всех политических групп в ПАСЭ с президентом ПАСЭ господином Баграмунтом, они говорят следующее, что да, совершенно правильно вы говорите, на сегодняшний день выборы, как выборы, проводить нельзя, потому что невозможно обеспечить безопасность. Но принять закон о выборах, выполнить нашу часть, начать выполнять, вернее, нашу часть политических договоренностей по Минску, мы обязаны дать такой месседж. И Европа четко сказала, и это записано в резолюции ПАСЭ в касательстве Минска, там говорится о том, что на фоне сложных вопросов с безопасностью, Европу беспокоит невыполнение политических обязательств. Николай, вот здесь возникает очень интересный вопрос. Насколько Верховная Рада готова хотя бы декларативно принять этот закон о выборах, не занимаясь организацией выборов? Игорь, как вы считаете? Не будет Рада принимать закон о выборе. Если только мы принимаем закон о выборе, через месяц они проведут выборы за этим законом. Мы их будем проводить, а не они. Мы их будем проводить, а не они. И скажут, что они проведут. Что такое реально? Политика сейчас навесла. Что такое реально? Минские угоды. Это фактически создание федеральной государства, где один из субъектов будет накладать вето на любые решения всей государства. Это был план Кремлевский. Он провалился. Мы с самого начала говорили, что он не будет летать. И сейчас остается сделать кого-то винным в этом провале. Для нас это очевидно. Вы говорите, что они проведут. А кто проведет? Россия не будет проводить. По закону ведь этим должен заниматься. Когда будет возможность провести, исходя из безопасности, мы будем проводить по тому закону, который мы напишем. А если мы не примем закон, тогда и нет предмета разговора. И тогда Запад, как они сейчас говорят, говорят, вы не выполняете политическую задачу. Минские угоды померли. Это нужно признать. Так вы тогда скажите об этом. Поедете в Страсбург или куда угодно, в любую столицу. И скажите, что Минские угоды померли. Господин Алант, госпожа Меркель, они не работают. Их не будет. Тогда вы им об этом скажите. Когда только что Артур говорил, что к Минским угодам привязаны санкции, вы схвально кивали головой. Только что вы говорите, что Минские угоды умерли. Так где ваша правда? Первый пункт Минских угод не выполняется. Воно не работает. Запад говорит, что Минск это единственный путь. Только Запад от него подписался, им ничего делать. У них выборы через три месяца. Если они скажут, что они написали план, который развалился. Когда вам выгодно, вы говорите, что Запад действительно это... И так оно и есть. Запад это основа нашей помощи. А когда не выгодно, говорите, что они говорят плохо. Минские договоренности взагалі не працюють в Украине. Але я не погоджуюсь. Вони виконуются стороной украинской державы. В чём? В каком? То, что мы не открываем первый огонь. А вы подивите, как террористические российские войска Каждый день с тяжелой артиллерии бьют по наших позициях. И ещё я хочу напомнить, что вообще этот нормандский формат Был безперспективный с самого начала. Потому что нужно было або на Женевский переходить, Або на Бурдафешский формат. Хорошо, Олег. Но и сказано в аварии, вытекает другой вопрос. Не выполняла бы Украина Минские договоренности со своей стороны? Поддерживали бы нас Запад на сегодняшний день в таком объёме? Поэтому я и говорю, что нужно было переходить на Бодапештский формат И залучать страны-гаранти Соединённые Штаты Америки и Великобритании, Какие гарантии нашей территориальной зимущества. И снова вопрос, который вы читаете. А Великобритания и США готовы к этому? Однозначно. Это должна работать. Вы слышали это в их заявлении? Это должна работать наша дипломатия украинская. И, в частности, это показалось сейчас на паре, Когда наши политики объединялись и приняли две важные резолюции Что до Украины, чтобы засудить Российскую Федерацию, Чтобы Российская Федерация вывела российские войска из Украины. И, однозначно, то, что непроведение выборов на Донбассе, Это очень хорошо. И это будет хороший меседж для всех парламентов мира. Потому что эта резолюция пойдёт всему парламенту мира. Мы забыли, что было рік тому, Когда каждый день летели борты с пораненными. И были сотни пораненых и десятки убитых щодня. То есть, говорить, что Минские угоды вообще не работают, Это не честно самими перед собой. Потому что на тот момент они позволили нам уменьшить натиск. Далее что? Далее они прекратили, они уже стали неэффективными. Зараз. Что нам делать? Чи выборы – это только один шлях развития Минских угод? Абсолютно нет. Выборы еще проводят абсолютно однозначно рано. Но можно Минские угоды расширить. И есть примеры международных стратегий, Каким образом решились другие конфликты по свете. Для этого должны быть созданы группы. Не только в том узком формате, в котором сейчас работают Минские угоды. У нас есть там люди, которые остались без медицинской помощи. У нас там есть люди, которые помирают. У нас там есть на тих территориях онкохворие дети. У нас на тих территориях есть сотни невивезенных сил. И есть сотни гуманитарных вопросов, которые нужно решить. А для этого тот формат, который сейчас законсервированный, его нужно расширить. Я обратилась к президенту неодноразово с проханием Долучить и меня, особенно, и других людей. Для того, чтобы формат Минских угод был расширен. Чем больше людей будут включены до любых мирных переговоров З обоих боков, тем больше шансов, что у нас будет рух вперед. Все, что сейчас законсервировано, у нас сегодня там есть предприятия, есть шахты, которые находятся в абсолютно не просто жахливых условиях. Они несут экологическую катастрофу, которая может происходить. Мы забываем про речки, которые тратят по одному и той же территории. Мы забываем про, снова таки, эпидемию туберкульоза, сниду, венеричных хворот, гепатита. Это не просто зона военных действий. Это еще и мина замедленного действия. Петру Порошенко расширить формат Минских переговоров. Потому что я категорично против отдавать 152 млрд на войну, когда нет чем учить детей, когда нет чем лековать людей. Я хочу, чтобы война закончилась. И чтобы в День защитника Вітчизни, в День покрови, я не мусила вітати вдов загибших, детей и сирид, матерев, которые отдали свое життя. Мы мусим сейчас все вместе рекомендовать президенту и натякать ему в очень активной форме, что формат должен быть расширен. Это шлях до других изменений. Владислав Голубц, две резолюции по себе поддержку Украины. Приблизят ли они мир на востоке Украины? Как вы считаете? Давайте я все-таки, если возможно, повернусь к вашему вопросу о Минске. Я бы тут разделил Минск на две складовые. Минск как формат переговорного процесса. Это одна история. А с другой историей Минск как документ, который установит право относительно между нами и, условно говоря, не контролированием нами территориями. Для меня Минский переговорный процесс, он является таким, что уже мертвый. И это показали, например, два выступа в Паре, зокрема, Франсуа Ланда, который также является частью Минского переговорного процесса, и министр закордонных справ в Немечении, пана Штайнмаера. Это были абсолютно два диссонующих между собой выступы, попри то, что между ними действительно были приняты две резолюции по Украине. Именно поэтому я считаю, что мы должны выходить на какой-то другой формат переговорного процесса. Но, с другой стороны, есть между нами документ. Можливо, он юридично не является обязательным, но это документ, который установит право относительно. Поэтому я считаю, что должен быть полностью выполнен сначала безопасный блок, вопрос, который регулирован с этим документом, после этого гуманитарный, а только потом мы можем выходить на политический. Пану Миколу, я хотел бы пароваться тем, что мы, на самом деле, уже наши предприятия, я не знаю, чи были вы в минулом москве или нет, приняли закон, который пока что оттерминован в действии. Это закон про, я не помню точно назву, но который регулирует особенный статус этих территорий. Поэтому Украина делает все для того, чтобы действительно выполнил мир. С другой стороны, Россия не делает ничего. Повертащись до двух резолюций, которые были приняты в Парламентской Асамблее Ради Европы. Передусім, я считаю, что это действительно победа нашей страны, победа Украины. Я хотел бы поддякувать абсолютно всем своим коллегам, которые были членами делегации до Парламентской Асамблеи Ради Европы. Это пример того, когда мы, попри нашу фракционную принадлежность в Украине и поза межами, потому что мы также членами разных фракций в Парламентской Асамблее, показываем, насколько синергетично, системно мы можем работать вместе. И это действительно победа Украины как государства. Никто не ожидал. И это впервые, когда на международном документе вказано, что это не конфликт какой-то внутренний, а это российская агрессия. Это документ, где первое предпочитается, что невозможно проводить выборы. И, соответственно, европейцы так же сказали, что невозможно сейчас проводить выборы на Сходе Украины. Поэтому, еще раз, я вважаю, что это невероятная победа Украины, украинского народа и всех людей, которые были принадлежены к этому процессу. Чередина Каплевна. Вот здесь очень много говорят о формате минском, нормандском, будапештском. А я, честно говоря, за киевский формат. Уверен, убежден на 100%, что наше геополитическое банкротство началось подписание Будапештского меморандума. Продолжилось подписанием Минского документа и сейчас пулом документов, которые будут приняты, уже приняты там порой и далее будут приниматься. Идет Третья мировая война. Какие вообще документы? Три-четыре человека в мире решают судьбу этого земного шарика. И если здесь в стране, в рамках киевского формата, не будут проведены новые выборы, сформировано новое правительство, избран новый парламент, сформирован новый курс и не проведены динамичные, уникальные по своей сути динамики реформы, мы проиграем все без исключения форматы. И страна закончится как таковая. Другого варианта у нас нет. Поэтому, еще раз хочу сказать, у нас нет другого пути, нежели решение этой ситуации через новый украинский проект мира в Украине. Уже понятно, что в друзьях политиках согласия нет, поэтому я подключаю к нашему разговору экспертов. Вернее, вывожу их на аванс-сцену сейчас. Давайте, Тарас, давайте с вас начнем. Я все-таки хотел бы услышать от вас ответ, в том числе и на тот вопрос, приблизят ли две резолюции последние по СЭМ «Мир на востоке Украины». Ну, стосовно резолюции, я хотел бы очень благодарить нашему делегации. Это реально очень большая работа. Фактически, в меньшинстве, это еще раз доводит, что когда есть мотивированные люди, которые не боятся обставить свою свою думку, и идут против... Понимаете, что там договоренность готовился, так, и повернение России, фактически, так, подогреть российскими денег и так далее. В таком смысле, ну, той тиск, который совершила наша делегация, это реально... Ну, тут перемога, можно сказать, потому что и Россия агрессор, и подтверждение, фактически, войны, и обязанность России и так далее. Это очень благодаря нашей делегации. Стосовно мінских домовленностей, не мы решим, а действуют они, или они не действуют. Если у западных стран, которые, в первую очередь, являются ядерными странами, сказали, что эти домовленности действуют, потому что мы здесь объект. Мы можем только играть в тех условиях, которые есть. А условия такие, конечно, что мінские домовленности подписаны таким образом, что под тиском России, в первую очередь. Стосовно, что повное их выполнение, особенно в том порядке, который завершится контролем над кордоном, встаннее, после выборов, это означает, что в нашу страну фактически будет создать новое утворение, которое будет контролировать наше жизнь и будет разваливать нашу страну. Поэтому в данном случае мы можем только играть в рамках того, что есть. Будапештский мумерандум, он, на жаль, знаете, он, даже не ретификованный парламентами тих стран, которые его подписывали, не Великобритания и не Соединенных Штатов Америки. Для них он не является международным документом. Это существенная документ, что кто-то не послушался ядерных стран. Поэтому они могут сказать, а он и не подписан, так? Ну, фактически он для нас не имеет никакого социального. А это самое, знаете, Лукашенко, Лукашенко тоже сказали Соединенные Штаты Америки, они же тоже выдавали ядерную оружие. А мы не считаем меморандум Будапештский, что для нас обязаны что-то делать. Поэтому в данном случае мы можем только делать в том, что есть, и в том, чтобы не стать винными в невыконании Минской домовленности. Потому что заход – это формалисты. Они выходят из того, что любое обязанное обязанное нужно выполнять. Вот и все. И тут мы можем только смагаться. Поэтому, если нужно принимать закон про выборы? Нужно принимать закон про выборы. Можливо его принять. Но вопрос в том, как мы его пропишем. Мы можем прописать такие условия, что он фактически будет отвечать нашему закону про выборы. А попробуйте теперь за своим законом провести эти выборы. Никто нам не заважает. Мы принимали, тоже было в первом читании. Ну, для этого нужно делать что-то просто, а не просто спорить на ток-шоу. А вы знаете, вы должны понимать, что Заход хочет прекратить этот конфликт. Ему байде же, кто тут, кто еще разбирается. Або это будет боснийский сценарий, когда тоже сделали фактически несколько государств в одной стране. Або это будет хорватский сценарий. А это зависит от Украины, как мы будем играть в этом случае. Або, знаете, Румуния, в начале минулого столицы, которая провела переговоры и в результате выиграла Севинник. А кто не голосует за Донбасс? Вы поверите о победе. Нет, я вам говорю, хлопцы, вы должны понимать, что Заход очень серьезно налаштовит. Не может санкции запровадить против Украины. Так что давайте не будем... За что? За что? Реально же дивиться на речи, так? И понимаете, что им, в принципе, байдужи за каким сценариям это будет замороженный конфликт. Им нужно, чтобы он как-то был замороженный. А потом эта человек, которая решила это вопрос, и прийдет на его наступник, знаете, после выборов. И далее, как оно будет решено в Украине, их, в принципе, байдужи, как это будет происходить. Поэтому Украине нужно правильно вытягивать час, продолжить, в первую очередь, санкции, которые должны, стосовно Российской Федерации, так? Секторальные санкции сейчас должны продолжить. Мы на этом должны сконцентрироваться. Что санкции должны продолжить, и никто нас не должен виноватить в том, что мы не выполнили это Минское умовление. Понятно, Тарас, спасибо. Если Тарас говорит о победе украинской дипломатии, Артур только все сказал о стране-агресоре. Впервые в официальных документах мировых Евросоюз признал Россию страной-агресором. Выбачьте, а почему вы не говорите про украинский Крым? Александр Мартыненко, вам вопрос. Вот эти две резолюции ПАСЭ, не были ли они пряником украинской дипломатии? Действительно, это наша победа, или это просто реакция Европы на усталость от агрессии России, например, в Сирии? Нет, ну это комплекс вопросов. Конечно, это работа украинской дипломатии, ничего не скажу, и украинских депутатов. Безусловно, это решение принималось в контексте того, что происходит сейчас. Потому что надо понимать, мы же, в конце концов, украинский конфликт сегодня, это один из конфликтов в мире. Причем, мы тоже прекрасно понимаем, что главным сейчас на всех телеканалах, вообще в информационном пространстве является конфликт в Сирии. Ну потому что в Алеппо идет колоссальная человеческая трагедия, извините, там десятки тысяч погибших, и там стирается город с лица земли на глазах у всего мира. Ну так получилось, что не мы, слава богу, что не мы на первых сейчас, в первых новостных сюжетах всего мира. Поэтому, конечно, любое решение, оно принимается в контексте. Вы же все помните, да, месяц назад говорили, санкции вот-вот-вот снимут. И тут внезапно получилось Алеппо. И вдруг выясняется, что сейчас уже говорить, да, MH17. И получается, что говорить о снятии санкций сейчас уже даже как-то неудобно. То есть, может, кто-то и скажет, ну, неудобно это как-то, ну, в контексте всех этих событий. Два момента я хотел бы добавить очень коротко. По Будапештскому формату у меня, коллеги, у меня огромная просьба, не надо о нем вспоминать, потому что, напоминаю, что членом Будапештского меморандума был Китай. Я думаю, что вы все сомневаетесь, что Китай будет участвовать в переговорах по Донбассу. По закону о выборах, напоминаю, что в Минских договорах, в соглашениях сказано, что надо принять закон о выборах согласованный, не просто закон о выборах, а согласованный с представителями Донецка и Луганск. Ну, я не знаю, есть ли человек в этой студии, который уверен, что мы сможем согласовать хоть что-то. Кстати, в резолюции Паре 6.1.4 написано, обязать Украину выполнить беспрекословно Будапештские, Минские соглашения. Так вот, уже в этом случае соглашения прописаны так, что выполнить вот сегодня их практически невозможно. Хотя я считаю, что в Минском, в Верховную Раду, я думаю, что закон о выборах сейчас, конечно, вносить нельзя, потому что это невозможно и не нужно. А обсуждать его в Минске, концепцию его нужно и можно, и это правильно было бы. При этом прекрасно понимаешь, что согласовать мы с ними не можем сейчас ничего. Ну, сложно представить эти переговоры в присутствии с Захарченко-Платевского, конечно, Алексеем Устафином. Ну, может быть, я скажу вещь, которая не очень совпадает с мнением большинства, но на самом деле Минские соглашения работают, и работают прекрасно. Просто не нужно их приписывать им того, чего в них нет, например, о фердеративном устройстве и праве вето, там ничего не сказано. Это первое. И второе, не нужно слишком много внимания уделять тому, что в них есть и что не будет выполнено никогда. Собственно говоря, Минские соглашения, если говорить о реальности, состоят из одного пункта. Это первый пункт, пункт безопасности. Он не будет выполнен никогда, пока у власти в России находится Путин и сторонники этого курса. Так как же тогда прекрасно работают, если первый пункт не будет выполнен никогда? Поэтому это соглашение в пункте 1 будет работать постоянно до тех пор, пока не изменится ситуация в России. Это означает, что я имею в виду, как работать. Что он не будет выполняться, будут сохраняться санкции. Я говорю о том, что смысл Минских соглашений заключается в том, чтобы они не работали, чтобы они заморозили. Заморозили ситуацию более-менее. Конечно, все равно люди гибнут. Но заморозили. И больше ничего. Просто плачетка. Менять форму. Просто базу. Если не Будапештский, то же Минский формат. Еще раз, я закончу свою мысль. Это повод заморозить конфликт, делать вид, что идут переговоры и повод тянуть время. И способ уменьшить количество жертв. Да, способ уменьшить количество жертв. Способ вести переговоры по гуманитарным вопросам и так далее. Но больше от них ничего ждать не приходится и не нужно ждать. Вот и все. Нет, нет. Господа политики немного потерпите. Андрей Ермолаевич. Спасибо большое. Ну, сразу очень кратко по решению ПАСЭ. Я считаю, что если это и победа, то победа не в констатирующей части, а в рекомендательной. И вот это действительно победа, потому что европейские политики, благодаря, кстати, усилиям нашей дипломатии, наших парламентариев, всех партий, фракций, четко сформулировали проблемы, которые нам предстоит решить, как наше домашнее задание. Здесь действительно и политическая повестка Минского процесса, которую нам нужно решать, независимо от риторики. Есть и проблемы власти и оппозиции, которая, как констатируется в этой резолюции, уже стала проблемой этой системы власти, а не прошлой. Это и проблемы последовательности реформ и всего того, что на самом деле нам известно. Мы радуемся тому, что европейцы это все поняли. Ну, наверное, слава богу. А вот что касается Минского процесса, я пытался понять, что объединяет участников. И, наверное, большинство склоняется к тому, что Минский процесс умирает, неэффективен еще как-то. Кстати, так мы говорим уже два года. Я заметил, что если в этой аудитории сказать, например, что не пяди земли и Минский процесс предательства, я получу аплодисменты. Два года. Если умирает, то что рождается? Меня это тревожит больше. Я хочу ответить тем языком, который предложил Ольга Богомолец. Намеком. Пусть то, что я скажу, будет намеком. Умирание Минского процесса на фоне принятия решений украинского парламента и непризнания Государственной Думы. А значит, наверное, и будущего правительства Российской Федерации. Еще много чего, что нам придется не признавать. Фактического подрыва нормандского формата. Об этом говорят дипломаты, не я. Я просто их внимательно читаю. Скептическое отношение к Украине уже и лидеров тех стран, которые столько усилий потратили, включая санкции Франции, Германии, которые вынуждены готовиться к своим выборам, так и не получив достойных результатов в украинском вопросе. Сложнейшая ситуация на Донбассе. Ведь кроме жертв, там еще есть проблема гуманитарная, есть проблема голода, холода и очень сложной зимы. Как, кстати, для Украины в целом, так и для Донбасса. Это будет самая сложная зима на Донбассе. Сложное положение властей и в Ордло, и мы каждый день встречаем информацию о переворотах, конкуренции, смещении. Но такая же сложная ситуация в Киеве. Нижайший уровень доверия власти. Сегодня очередной съезд очередной националистической партии. Рост протестных настроений населения. И это все сходится в одну точку. Сегодня, сейчас, в этой стране. Я уже не трогаю вопрос Алеппо, потому что мы входим еще в полосу холодной войны, которая, если уж начнется, даже в имитации между Россией и Западом, то частью этой войны будет Украина уже по факту. Теперь вопрос, что нам делать сейчас? Давайте еще месяц собираться в аудитории и признавать неэффективность минского процесса. Надо сказать спасибо Кучме и команде, которая вообще все это время, слушая нас, работала. И благодаря которым, кстати, действительно, жертв стало меньше. И хоть что-то происходит по линии размежевания. А что будут делать наши законодатели? Решение по Госдуме приняли, а решение по Путину будете принимать? Это последний легитимный в глазах украинской власти представитель, президент. Будет ли изменяться минский формат на эффективный? Будет ли принято решение о участии парламентской делегации? И к кому тогда обратится украинский парламент? С кем вы будете вести переговоры? С ОБСЕ и с сепаратистами будете для согласования законопроекта? Принимайте политическое решение. С ОРСЕ и с представителем президента будете? Принимайте решение. Если нет, тоже примите решение. Вопрос о замороженном конфликте. Ну, красивое слово. А давайте заморозим. Как? Примите решение о формате замороженности. Давите с той стороной. Ну и последнее. Про выборы. Это не компетенция парламента. Все, что вы говорите, это не компетенция парламента. У нас парламентская президентская республика. Еще раз, это все не компетенция парламента. Андрей, заканчивайте. И самое последнее. Что касается компетенции и некомпетенции. Я знаю вашу точку зрения. Я, кстати, согласен с ней по поводу компетенции главы государства. Поэтому, наверное, нужно определиться, кто компетенен. Но хотел бы отметить только одно. Что 2016 год был короткий. Мы входим в жесточайшую полосу. Счет идет сейчас на месяцы. Не работает ни один формат переговоров. Решение нужно быть политическое. Но и в этой ситуации, наверное, кто-то должен взять на себя ответственность. Я бы очень хотел, чтобы парламент. Иначе альтернатива. Ваши перевыборы в ближайшее время. В условиях, которые я назвал. Так я вижу перспективу. И вижу тотальную безответственность. Поэтому проблема не в минском формате. Проблема вашей безответственности. Вадим Карасов. По резолюции ПАСЭ рекомендательный или какой-то другой. Да, он рекомендательный. Но дело в том, что любая политическая речь, она перформативна. То есть она взывает к действию. Это не просто информация. Это к действию. И как говорил один советский философ. Слова уходят и приходят. Но остается атмосфера. И вот это слово агрессия. Оно очень важное. Потому что да, трудно будет его сразу превратить в какое-то решение. Так, международных институций. Например, ООН. Которая бы признала Россию агрессором. Но это пойдет в массы, как говорится. В медиа и так далее. Поэтому очень важно. В политике слово это важная вещь. Второй момент. По поводу Минск. Можно говорить сколько угодно. Умирает, не умирает. Он может долго умирать. Так, как какой-нибудь там длительная болезнь. Но Минск при этом работает. Потому что Минск не дает возможность возвращения большой войны. Минск остановил большую войну. Но проблема в том, что окончание войны не означает мира. Потому что проблема в чем? Какой мир будет на Донбассе? Русский или украинский мир? Мы же не акцентировали на это внимание. Россия хочет, чтобы там был русский мир. А этот русский мир потом пошел дальше гулять по всей территории Украины. Украина наоборот хочет, чтобы возвратить туда свой суверенитет. Там флаг был, администрации были. И можно было из Киева позвонить и указать губернатору, что он будет делать. Мы так понимаем этот суверенитет. В таком как бы унитарном варианте. Мы больше понимаем возвращение Донбасса в стиле французской революции. Вот есть Вандея бунтующая. А мы из Парижа, так сказать, эту Вандею завоюем. Вот мы так и думаем. Так и делать будем. Что дальше упираются в вот эти минские переговоры? Или минский процесс? Первое. Для нас, вот тут мне очень кажется правильно, госпожа Богомолец сказала. Для многих депутатов Донбасс, вот эта территория, она чужая. Она не своя какая-то. Она ватная, так сказать. И поскольку это ватная территория, ну что мы должны, так сказать, ну... Но эти настроения подогреваются и многими политиками. В парламенте уже звучат призывы провести референдум о том, не стоит ли нам отказаться от этих территорий. Правильно, потому что для многих, понимаете, у нас другое, у многих депутатов, которые пришли в эту Верховную Раду, у них другое географическое воображение. Потому что они многие из Западной Украины, из Центра Украины, многих там нет. Ох, Вадим, дай Бог, если бы это было только в этом, а не в заинтересованности, заморозке этого конфликта. Поэтому нет вот этого консенсуса, понимаете. Если бы мы считали, что это действительно четко, многие, я не верю, что вы, Артур, я же знаю, что вы оттуда, для вас это родная земля. Но для многих тогда бы все подумали о цене возвращения. Насколько цена возвращения должна быть высокой, низкой и тому подобное. Дальше, что мешает Минску? Ну, в Минске заложена какая? Бомба замедленного действия. Потому что условия безопасности невозможно выполнить без политической части. Потому что, когда начинается политическая часть, тогда стороны доверяют друг другу. Они говорят, ну хорошо, тогда раз выборы будут, мы тогда снимаем вооружение. Но с другой стороны, выполнять условия безопасности никто не будет до тех пор, пока не будут политические условия. А для того, чтобы сделать параллельные шаги, должна быть миссия с другим мандатом. Это не ОБСЕ, которые работают только днем, не хотят ночью, они не могут это все покрыть. Там должна быть другая миссия, но это невозможно. И еще один момент. Главное принципиальное, что нас отвечает от России, не в смысле там агрессии и от Запада в отношении этого конфликта. Они считают, Запад считает, так и Россия, что это чисто внутренний конфликт. И этот конфликт Украина должна решить, как решают европейские страны. Там Каталония, Кастилия, или там Бельгия, или там Корсика, так сказать, или Виталия и так далее. А мы считаем, а это другая крайность, что это только внешний конфликт. Что это конфликт между Украиной, война между Украиной и Россией. А что на самом деле, с моей точки зрения, конфликт имеет тройное измерение. Первое, он и внутренний, надо это признать. Он и внешний, Россия. И это еще конфликт Запада и России, надо тоже понимать, который превращается в голодную войну. И вот эта стройственность, она мешает. Сергей, очень хорошо. Да, стройственность, она мешает распутать. У нас, у нас, у нас, за одним очень важным выключением, внутреннего конфликта нет. Ну, слушайте, мобильный связок работает. Мы спелкуемся, нет внутреннего конфликта. Знаете, с чего все началось, Артур, Артур, не-не-не, давайте. Началось с того, что зашли диверсионные выборы СССР. Не-не-не, все, ну давайте говорить правду. Знаете, с чего началось? Потому что, когда тут происходило, и был закон принятый, знаешь, что у людей прошло? Э-э, мы так не договаривались. Был разгор... Не-нет, Артур, был разгор... Артур, ну подождите, мы в разу... Подождите, подождите, не-нет, Артур, подождите, я говорю, что в Базах происходило. Когда, когда, по языку, по языку, знаете, что у людей там щелкнуло? Даже я не понимаю, о чем вы спорите, если честно. Подождите, подождите, мы так не договаривались. Был разгорван общественный договор, а новую предложить центральная власть не смогла. А потом уже, да, Россия к этому подцепила, конечно же. Ну, историю конфликта нам еще придется изучить. Нам сейчас жизненно необходимо думать о том, что делать, чтобы его уже закончить. Сергей, короткая ремарка, обещал. Очень короткая. Я скажу очень банальную и простую вещь. У нас в парламенте есть одна проблема, которая мешает нам решить вопрос войны в Украине. Это проблема из двух слов. Народный фронт. Это проблема из двух слов. Народный фронт. Партия жуликов и воров, которые сегодня натягивают на себя некие новые патриотические маски, вносят провокативные законопроекты на рассмотрение в парламент, хотят занять 5, 7 или 8 процентов, которые сегодня имеют свобода, хотят сохраниться в парламенте, сохранить украденные миллиарды, хотят в новом парламенте снова присутствовать и выторговать все министерства. И мы должны сделать все, чтобы их остановить. Мы должны сделать все для того, чтобы наказать тех, кто в частности вместе с Путиным привел к этой войне. А эти люди известны. Яценюк в том числе. Именно бесхребетная, я пропущу одно слово, довела до того, что мы не остановили, они вместе с Аваком довели до того, что мы не остановили сепаратистов на Востоке, мы не предприняли необходимых радикальных жестких действий по отношению к определенным лицам, выпустили за границу всех, кто потом финансировал войну на Донбассе, сегодня переодеваются в патриотов и хотят снова оказаться в украинском парламенте. Мы должны их остановить. Это наша задача. Я хочу, чтобы все знали, с чего началась война. Она, в основном, началась с выбора Украины. Стать реально незалежной страной, сильной, с демократичным выбором, а не выбором тоталитарного режима. Было окуповано Крым. И эта война будет продолжать до тех пор, пока Украина не победит, и не станет реально незалежной, сильной страной, где смогут гидно жить люди. И эта война может быть на фронте, где будут гинуть люди, а может быть за столом. Ольга, я думаю, я не ошибусь, если скажу, что эта победа без реформ невозможна. Она неможлива, но, но, почуйте, будь ласка, война будет. И война сейчас может быть на фронте, а может быть в Минске, там продолжается война, только война за столом и не гинуть люди. Поэтому, будь-який формат, Минский, Киевский, Нормандский, Венецианский, будь-який, он должен быть использован, почему? Потому что он позволяет нам врятовать жизнь каждой люди. Это самое главное. Я с вами согласен. Николай Скорик, вы давно просите слово. У меня к вам вопрос. По все приняла и поправки, которые предлагала оппозиция. В чем их суть? Расскажите нам, пожалуйста. Что за поправки? Первое. В отношении Минска еще буквально два слова еще раз. Что у нас есть две... Европа четко говорит, что у нас есть одна альтернатива. Либо мы выполняем Минск вместе со всеми сторонами, участниками Минска, либо это большая война. Это надо четко для себя понимать. Что касается тех поправок, которые приняты, и тех двух резолюций. Действительно, очень важные те поправки, которые были приняты по предложению члена украинской делегации в ПАСЭ от политической партии «Оппозиционный блок» Юлии Левочкиной. И касаются они следующих вопросов. И их поддержал весь состав ПАСЭ. Первое. Это недопустимость давления и признание давления на оппозицию и независимые СМИ в Украине. Это необходимость в Украине построения широкого национального диалога, как записано в резолюции ПАСЭ, между различными этническими, религиозными и лингвистическими группами. Это необходимость проведения реформ в Украине. Это необходимость корректировки украинского иллюстрационного законодательства в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии. Это необходимость расследования, нормального расследования событий на Майдане и событий 2 мая в Одессе. И это нашло отражение, это очень важно, что это нашло отражение в резолюции. И об этом же говорили представители всех политических групп и президент ПАСЭ, говорили в кулуарах. И лично я, честно скажу, я первый раз был в ПАСЭ, но я не увидел никакой, скажем, какой-то пророссийской позиции со стороны, как там на этой неделе пытались обвинять президента ПАСЭ в чем-то. У них однозначно проевропейская и проукраинская позиция. Позиция, когда Украину поддерживают как сильное, независимое, единое государство, но они не ставят тождество между поддержкой Украины как государства и поддержкой преступной власти Украины, которая издевается над здравым смыслом, издевается над своим народом, издевается над оппозицией и ведет Украину в бездну. Под эту же тему я попрошу человека, который не понаслышке знает, что такое война. Это не тот политик, который... Это вообще не политик, особенно не тот, который, например, ездили под посадки в Киевом, чтобы снимать затримания с тот иняк саппаратистов, наводчиков, или посещал зону АТО с 50 охранниками и 20 бронированными машинами. Тарас Костанчук, услышанное все здесь. Как вы считаете, как долго еще будет длиться урегулирование этого конфликта? И делают ли все возможное политики для того, чтобы наши ребята на фронте как можно быстрее вернулись домой? Политики делают все возможное для того, чтобы их никаким образом это не защипило. И это мне зрозумело из этих дискуссий абсолютно точно. Тут сидят люди, которые абсолютно в первую очередь думают про то, как бы их не защипило что-нибудь повязано с войной, а потом про Украину. Я вам скажу, моя мама не против того, чтобы я помер за Украину, за каждый сантиметр этой страны. Я вас разочарую, если вы думаете, что политику в Украине, сейчас в Украине делают только известные политики, депутаты, те, кто ездит в паре, еще честно, куда ездят, и наплевать, куда они ездят. Сейчас политику контролируют люди, такие, как я. У нас сейчас более десятка тысяч. Два неделю назад я объявил мобилизацию среди парней, с которыми мы воювали. Это близко двух тысяч. После чего они сказали, что мы готовы высушиться. Куда? На Донецк или на Киев? Я сказал, сейчас будьте готовы. Никто в этой стране не позволит делать политику, которая будет срадницей по отношению к государству Украины. Это понятно или не понятно? И то, что мы мовчим, это не означает, что этого не будет. Я вас разочарую. Мы внимательно следуем за тем, что делают в Европе. И это ура, что там приняли. У меня вопрос к Грузии, почему она не поддерживает. Тут про это мовчать. Но это дребницы. Приняли, Россия-агресор. Крапка. Теперь все зависит от Украины, от политической воли, от смелости политиков, которые сейчас при власти, або от того, что они должны пойти от власти и остаться на месте тем, кто может принимать политические решения. Спасибо, разговаривали, кстати, не только в ПАСЕ. Я продолжу. Сегодня и завтра проходит заседание Венецианской комиссии. И вот завтра, кстати, там будет подниматься украинский вопрос. Там работает мой коллега Алексей Пшимынский. Он с нами на связи. Леша, скажи, пожалуйста, известно ли, какие темы завтра будут подниматься касательно Украины и чего ждут, в принципе, от украинских представителей. Алексей, добрый вечер. Ну, я скажу, что пока мы следили за такой достаточно горячей дискуссией в студии, тут у нас начался буквально штормовой ливень. Вот мы поэтому переместились в холл отеля. Отмечу, что украинский вопрос на заседании Венецианской комиссии звучит уже последние два года. И вот сегодня на очередном заседании впервые в повестке дня нету закона о люстрации. Ну, я думаю, что многие знают об этой скандальной эпопее. Еще в конце прошлого года Венецианка жестко раскритиковала этот закон, попросив его действия приостановить, ну и как можно скорее внести правки. Вот еще тогда украинские делегаты от Минюста пообещали сделать это в течение месяца, но вот до сих пор никаких правок не предоставили. Ну, скажу, что несмотря на это, на прошлой неделе Жанни Букикио, президент Венецианки, посетил Киев, много говорили о конституционной реформе, о децентрализации. Ну, и отмечу, что сегодня же и завтра, на завтрашних заседаниях, здесь будут поднимать еще один очень важный для Украины вопрос. Это вопрос о праве на мирное собрание. Ну, поскольку, опять-таки, ни для кого не секрет, что до сих пор в Украине нету закона, который бы четко регулировал право граждан на митинги и акции. Ну, и вот часто суды руководствуются еще теми нормами, которые были в старом советском праве. Вероятно, уже даже завтра мы сможем услышать, какое будет мнение венецианки, а напомню, что это лучшие юристы Европы, вот по этому поводу. Ну, я надеюсь, что в материале на подробности недели воскресенья мы сможем уже рассказать намного больше. Спасибо, Алексей, за эту работу и за анонс подробностей недели. Это был Алексей Пшемызский с нами на прямой связи. Пока мы здесь с вами спорили, наши зрители отвечали на вопрос на нашем сайте подробностей.ua, что делать с минскими соглашениями. Слушая вас, они высказывали и свою точку зрения. Покажите нам, пожалуйста, результаты. Те, кто проголосовал на сайте подробности.ua. Не выполнять призывают 34-35% проголосовавших. Выполнять, говорят, все-таки 66-67. Цифры сейчас меняются. Те, кто проголосовал. То есть люди, наверное, считают, что не нашли вы другого пока еще механизма решения этой проблемы, достижения мира. Поэтому делайте, в общем-то, выполняйте хотя бы то, что есть. От войны мы переходим к преступности. Можно ли списать на военные действия тот рост преступности, который захлестнул Украину, так как пытаются это сделать наши чиновники и многие политики. И поговорим о вашем здоровье. Вас скоро могут лечить по-новому. Как именно, узнаете во второй части программы «Черное зеркало». До встречи. Добрый вечер. Это ток-шоу «Черное зеркало». Мы продолжаем. В этом части, как и обещал, мы говорим о вашей безопасности и вашем здоровье. Начнем с роста преступности. Что может его остановить? Говорим прямо сейчас. Приветствую всех, кто присоединился ко второму часу нашей программы. Всех гостей. Спасибо, что пришли. Ну что ж, на этой неделе полку критиков закона Савченко прибыло. Уже и Кабмин недоволен этим документом и предлагает внести в него изменения. Какие изменения кто-то может прокомментировать? Что хотят изменить в Кабинете министров? Да. Кабмин. 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 пенсиональной службы. Нещодавно вступил в силу закон изменения до Конституции в частину судочинства и новую редакцию закону про судовую стрельбу и статус судов. Но, что позволило за этот короткий промежок времени, люди, которые вошли дочасно, на жаль, они не являются перевихованными. Что они делают? Они снова возвращаются в криминальный мир. Мы снова имеем грабежи. Кто-то знает, что это? Я уверен, что мы должны поменять это законодательство. Так, мы должны идти шляхом гуманизации криминального законодательства. Но то, что касается тяжких и особенно тяжких злочин, я противникам того, чтобы заработать один день за два. А это должно быть, как предупреждает законопрактика, кто-то владеет цифрами. Какое количество людей, вышедших по закону Савченко на волю, уже снова оказались в тюрьме? Я читал около 7 тысяч преступлений. Нет, нет. 200 человек. Так все-таки 700 или 7 тысяч? Вышло 7, 810. 22 вбыства и 46 вбалтувания. То есть вышло 7 тысяч 800 с лишним совершили преступление. Какого характера преступления, пример Полтава, да? Вот просто какого характера преступления, пример Полтава. Подонок вышел, значит, из тюрьмы и убил дедушку, которому 66 лет. Мы взяли под лишний контроль процесс, чтобы этот человек был наказан максимально. Это первое. Вторая составляющая, о которой я хотел бы сказать. Действительно, очень правильно, комплексное решение. И комплексное решение должно начаться с того, что в том числе ваша радикальная партия перестанет покрывать Авакова и поддержит мой проект постановления о его отставке. О его отставке. Сергей, ну немного не об этом. Об этом. Почему комплексно об этом? Потому что Петренко, министр юстиции, вместе с Аваковым, по сути, отжали пенцизарную систему, органы пенцизарной системы. Сергей Власенко, я не ошибусь, если назову вас одним из лоббистов. Вы в холиции. Ну, по крайней мере, человека, который его всегда защищал. Вы помилитесь, но я хочу сказать, что это немножко. Хорошо, вам не кажется, что смерть одного вот этого пенсионера 66-летнего в Полтаве уже заставляет всех задуматься о том, что с законом что-то не так. Я сейчас про это скажу. Но закон Савченко никого не звольняет. Давайте же тоже не брехать один одному. Про что мы говорим? Эти люди и так, и так должны были выйти на свободу. Закон Савченко встановлюет лишь другие часовые рамки их выхода. Кто-то выйдет на месяц раньше, кто-то выйдет на два месяца раньше. Проблема полягает в иншому, абсолютно в иншому. Проблема полягает в том, на жаль, в чём и полягала проблема нашей первой дискуссии. Відсутность чуткости стратегии развития нашей державы в будь-якой сфере. Если мы в первой части обговорили политическую сферу и дипломатическую, и точно зрозумели, что нема стратегии выхода из войны. Так само и тут. Нема стратегии реформирования правоохоронной системы. Ніхто не знает, что делать. Какие-то продают нам какие-то пиарные штучки, вместо того, чтобы проводить глубинные реформи. И когда в суспільстве устаётся, зрозуміло, что нема ніякої реформи, нам вкидают тезу для обговорения. Мифичный закон Савченко. Еще раз підкресенью, закон Савченко никого не звольняет из вязнисти. Я не захищаю зараз закон Савченко. Сергей, ты гарно вийшов из ситуации. Пять баллов, просто уникально. Десять. Проблема полягає в іншому. Проблема полягає в тому, что замість підвищения професионализма правоохоронных органов нам продают абсолютно інші речі. Замість того, чтобы створение умов борьбы зі злочинністю нам продают абсолютно нам, я маю на увазі, суспільству, нам продают абсолютно інші речі. Нам замість професионализму у владі продают абсолютно інші речі. Наприклад, закон Савченко. Нам продают нові обличчя, нам продают журналистов у влады нам продают все, что угодно, вместо того, чтобы говорить, что, на жаль, на сегодняшний день любая реформа в Украине не проводится, потому что, на жаль, уровень профессионализма влады сегодня нульовый и не отвечает вообще никаким критериям. Вместо того, чтобы проводить реальную профессиональную реформу национальной полиции, набирали, пробачьте, в жебрацкой стране, запропоновали людям 10 тысяч гривен, и сегодня без будь-якой подготовки, без будь-якой возможности працювати, туда пошли вчители, лекари из зарплаты в полторы тысячи гривен. Я це розумею. Сергей, я правильно понимаю, что вы говорите, что обсуждением подобных вопросов просто уводит внимание общественности от обсуждения кризиса в системе. Николай Скорик. Спасибо большое. Я могу сказать от имени нашей фракции оппозиционного блока, что мы не голосовали за этот закон. Мы готовы поддержать любые изменения, которые будут способствовать наведению порядка в стране. Но я бы хотел сказать о следующем. Вот надежда, внося этот закон, она в то время находилась в тюрьме в России, и, скажем, логику ее действий можно понять. А я хочу сказать о логике действий тех людей не из ее фракции, а из руководства государства, который так активно, вспомните, как он принимался этот закон. И Владимир Борисович тогда был спикером против, как говорят, всех законов физики и против регламента. И теперь эти же люди говорят, какой он ужасный, какой он плохой. Я вам скажу такую вещь, что перекладывать все проблемы с ростом преступности, мы с Сергеем не часто соглашаемся, но в данной ситуации я хочу с ним согласиться. Перекладывать все проблемы с ростом преступности на этот закон категорически нельзя. Если у нас в стране официально, фактически действуют незаконные вооруженные формирования, и никто с этим ничего не делает, если полицейского на улице, человек, называющий себя патриотом, может ударить, оскорбить, избить, и за это ему ничего не происходит, если у нас выпускают убийц на смешные подозреваемых, я прошу прощения, людей, подозреваемых в убийстве, и выпускают на смешные залоги, если у нас не расследуется ни одно реально резонансное преступление, начиная с Майдана и заканчивая убийствами и Шеремета, и Бузины, и так далее, о чем можно говорить, если у нас действительно на сегодняшний день в полиции работают люди, которые просто не могут там работать. Александр Мартынин, а вот что вы скажете, возможно, право и Сергей, и Николай, и не стоит спускать все преступления, как тех собак, на этот закон Савченко. Возможно, проблемы глобальнее, и действительно их умалчивают. Всех не надо, но, знаете, у меня представление, что и в этом статусе с законом, и с полицией в целом, есть одна объединяющая черта. Дело в том, что, когда принимается решение, почему-то не просчитываются его последствия. А вот это хорошо бы делать. Вот когда что-то делается, такое светлое и красивое, то обязательно нужен кто-то, кто со стороны посмотрит и скажет, ребята, вот светлое и красивое, конечно, есть, но тут есть и такие темные стороны, что есть проблемы. Это просто надо сесть и подумать, и не бегом это принимать за 15 минут, потому что это понравится кому-то. Потому что в случае с полицией, да, конечно, красивые машины и хорошие парни, молодые ребята и не коррумпированные, но это все здорово. А кто-то подумал о том, что к этому прилагается и другое. Да, и непрофессионализм. Да, и то, что они там, как говорят, ездят по одному и тому же маршруту, и, как говорит один человек во власти, по ним можно часы сверять, когда они проедут какую точку, а налево-направо не выходят. А больше того, никто не знает, где они окажутся вообще через полгода, потому что это ребята, для которых работа в полиции не была жизненным выбором. Они пошли туда по зову сердца. Сердце завтра позовет в другое место. Что дальше будет? А что будет с той, с уголовным розыском, который, как известно, по разным областям порубали до такой степени, ну, под закон иллюстрации, не только, да, и просто выгнав людей, профессионалов в уголовном розыске, которые ушли, извиняюсь, со своей агентурой, потому что, простите, агентура это важно, да, мы знаем, что... И ее создают десятилетиями. Да, совершенно верно, и что, потому что преступление раскрывается на этапе, вот так вот, позволяет, до их совершения. Профилактика. Совершенно верно. А поскольку агентуры нету, то, соответственно, мы имеем этот рост преступности, а создавать ее, как вы сказали, это 10 лет. Вот надо думать об этом, то есть, когда что-то делать, надо думать. Андрей Ермолаев, а как вам кажется, у вас не складывается впечатление, что МВД действительно просто уводят центр внимания обсуждением закона Савченко от кризисов своей... Ну, вот посмотрите, рост преступности мы фиксируем с 2014 года, такой колоссальный. Закон Савченко работает сколько, полгода? Год. Ну, год, 2016. В 2014 и 2015 что мешало побеждать преступность? Ну, вы знаете, вот наш сегодняшний день со статистикой преступности, с нашим шоком от происходящего на улице, день сегодняшний, да, это какое-то вчерашнее будущее. Ну, я думаю, что все, которые здесь сидят, вряд ли условно вчера планировали такое сегодняшнее, да, с преступностью, с этими ужасами, с трагедиями. Но это же чья-то стратегия. Я хочу аккуратно ответить на вопрос Сергея Власенко о том, есть и стратегии. Есть, только у другого субъекта. Не наша стратегия. Потому что, на самом деле, мы возмущены уровнем и статистикой, но ключевая-то проблема – уровень организованности преступности. Вообще, современная преступность – это представление детей с прошлого, когда вышел тать на дорогу и кого ни попадя. Преступность в Украине высоко организована. Центры влияния сконцентрированы в связи с политикой. И действительно, в том числе, и такой закон, как закон Савченко, наверное, он не задумывался с точки зрения последствий для преступника, но шикарно был использован преступниками, потому что вышли те, кто должен был еще сидеть. Я веду к тому, что проблема номер один – это организованная преступность и ее сращивание с политикой. Кстати, один из ведущих ныне государственных деятелей, еще будучи народным депутатом, открыто заявил на дуэс-пресс-конференции, что у нас факт сращивания оргпреступности с региональными властями налицо. В каждом регионе действует срочная группировка. Второй момент, не менее важный. Политики, конечно, правы в том, что очень сильно на поведение людей влияет нищета. Но я прошу прощения, что мы нищетой все объясняем? Я не думаю, что если бы в одну секунду все стали нищими, мы бы вдруг стали преступниками. Потому что преступление нормой всегда связано, прежде всего, с примером и социокультурной средой. Посмотрите на наши новости. Поток новостей, показывающий пример, что уже стало нормально мстить, нормально убивать. А самым популярным оружием, которое везут САТО, является не личный пистолет, доставшийся от трофея, а граната, безответственное оружие, которое можно бросить и забыть. Преступность и психология тесно связаны между собой. На социокультурной среде норма стала преступление, переступить. А смерть человеческая стала банальностью, извините меня. И это проблема уже государственной политики. Потому что то, что может государство в сфере социокультурных практик, это управление информационной средой. И, извините меня, закрывать глаза на то, какой формируется фон, страх и возможность приступить, за это отвечает государство, тем более условия войны. И последний момент. Что касается МВД. Конечно, комплекс мер. Здесь и потери следственного аппарата, огромное количество следователей уволены или унижены, или сами ушли. Право мой коллега, растеряна полностью база, связанная с работой на местах, участковые и так далее. Вопрос сейчас в том, извините меня, решение полиции уже год мы говорим, что это имитация. А комплексное реформирование правоохранительной сферы это задача законодателей и исполнителей. Уверен, Сергей прав, снимать, брать под парламентские контроли, пройти комплексную реформу под управлением парламентом. Вадим, скажите теперь вы, скажите теперь вы, за обсуждением закона Савченко, только ли может скрываться желание МВД, ну скрыть свой непрофессионализм, да, увести дискуссию от этой плоскости? Нет ли здесь какой-то политтехнологической составляющей? Ну, например, понизить рейтинги Батькевщины? Ну, может быть. Я не исключаю этого. Так, потому что реформы, не реформы, трансформации, не трансформации, но всегда в этом есть и такой пиарно-политический подтекст, сказать, снизить шансы конкурента, оппонента и прочее. Тем более, что все время навязывается закон Савченко. Да, это американская традиция, там, поправка Джексона-Веника. Но закон Савченко, это принимает парламент. Так, это несет ответственность не Савченко, она правила инициативу. А несет ответственность Верховная Рада Украины, которая принесла, которая проголосовала за этот закон. Ну, вот важный момент. Знаете, тут много причин, и я согласен, особенно вот с Андреем, по поводу того, что, конечно, опыт войны – это опыт насилия. Просто война – это легитимное насилие, потому что государство выдает лицензию на убийство, защищать родину. Но с этим опытом насилия такого, даже физического уничтожения, человек приходит на гражданку, а работы нет, земли нет, которым обещали. Их никто не реабилитирует, этих людей, и так далее. Поэтому они ищут и другие способы, но не все же могут пойти в депутаты. Но проблема тут в другом. Она касается и реформы медицины, которую мы будем рассматривать. Нет четкого плана реформ. Знаете, вот философ сказал, реформы – это пустое означающее. Говорят, реформы, реформы, реформы. А что вы имеете? Что такое реформировать? Что надо убрать, демонтировать? А что не надо демонтировать? Может, надо сохранить? Об этом никто не думает. Потому что реформы, кажется, все поменять сразу. И заменить это витриной, картинкой. Все сломать. Сломать, да, сломать. Не поменять, а сломать. Да, сломать, да, сломать. Поэтому вот такой реформаторский зуд, который фактически имеет контрпродуктивное. Потому что мы ломаем, ничего не строим. Не строим же ничего, не создаем. Почему? Потому что поломать эффектно можно все. А не надо, что это большевизм. Да, да, под камеру, так сказать, под фейсбук, под новую форму. Где-то помогают нам и наши западные партнеры, которые не понимают специфику Украины. Потому что им тоже надо показать, что вот не случайно наш Майдан был, что это все правильно, что эта страна стоит перед такими вызовами. Тут такие бурные изменения исторического масштаба. Мы вам и форму дадим, и поможем, и деньги дадим на какую-то, там, часть денег на какую-то реформу. Но мы это должны сами понимать. Мы же не туземцы. У нас длительная история. Кстати, у нас и медицина не такая уже ужасная, как это говорится. Вот о медицине немного позже. И МВД, и милиция не такая уже ужасная. Борислав, Борислав, вы как член коалиции будете поддерживать желание Кабмина переписать закон Савченко? Ну, по-перше, я хотел бы всех привітать и привітать святом День захисника Вітчизни, правильнейше День захисника Украины. Потому что в 2014 году много кто переплутал Вітчизни. Но что касается закон Савченко. Первое, я хочу еще раз напомнить, что мы принимали его на эмоции. Потому что, первое, мы хотели поддерживать нашу коллегу, которая находится за стенками ФСБ. Второе, действительно, было много таких явлений, когда люди сидели по несколько лет без суду, без следствия, без ничего. И, действительно, мы хотели их поддерживать. На эмоции. Те, что, эмоции. Но, второе, это очень важное. Тут ты затронули очень важную тему. Закон Савченко співпав с реформой полиции. Яка, взагалі, на сегодняшний день провалена. И, вот, рецепт, на мою думку, я хотел бы еще дозвониться до закону про люстрацию. Что, действительно, когда мы его приймали, да, мы тоже приймали его на эмоциях. Приймали, там, я памятаю, там, кто сидит в Верховной Раде, кто біля Верховной Ради. Но, на сегодняшний день, я сегодня мав разговор с керівником Житомирской полиции. Он сказал, мне нужно вертать профессионалов до справы. Нам нужно поднять им зарплату, то, что мы сегодня говорим, про все, что зарплата должна быть на меньше 14 тысяч гривен. Для следствий, для оперативников, для всех тех, кто... Ну, причетен до следствия. Это какие? Верберк, института? Послушайте, я говорю про следствия органов, не проверяйтесь. Борислав, если повернуться, они платят не так. Вы сами зарубляете. Вы заданы вопрос сегодня спору. Сегодня вопрос в том, что мы должны просто переглянуть законодательство, которое позволит вернуть профессионалов на работу. Давайте без эмоций. Потому что разгул на сегодняшний день преступности, он зашкаливает. И он будет каждый день сближаться. Я хочу просто нагадать людям старшего поколения. Борислав, а кто отвечает в стране за борьбу с преступностью? Я спрашиваю... Нет, ответьте мне, пожалуйста. Вы представитель коалиции. Вы представитель коалиции. Может быть, пора менять что-то в униститут внутренних дел? Тут питание министра. Тут питание всей системы. Система, которая створена. И для меня самое главное, что на сегодняшний день поломать не просто там сменять такие никакие полиции. Борислав, ты проголосуешь? Ты проголосуешь за відставку Авакова? Так, может, ты передумал по-разумению? Почекай, проголосуешь или нет? Скажи, проголосуешь? Так что ты собираешься менять? Сколько можно бла-бла-бла это делать? Это просто бла-бла-бла. Борислав, заканчивай эту мысль, пожалуйста. Дозвольте закинчить. Тому на сегодняшний день я хотела, чтобы мы ее ратом. Треба иметь полицию, это делать, понимаешь? Наверное, независимо от того, как вы решили право. Иначе это будут просто разговоры. Просто разговоры. Менятимуть систему разом с Аваковым, которая там сидит, еще три года, сколько будет парламентом. Спасибо, Сергей. Борислав, полминута. Треба для нас сегодня главным переглянути законы, которые мы принимали. И Савченко треба обмежить для рецидивистов. Они не должны раньше сроку выходить. Они должны действительно ждать своего следствия, которое ждет, сколько возможно. И переглянути закон про иллюстрацию. Мы тоже должны вернуться сегодня профессионалам на работу. Аняка Суховский. Однозначно, вы помните, практически весь парламент поддерживал этот закон Савченко. Однозначно, что сейчас нужно вносить правки. И, возможно, даже было бы хорошо, чтобы там не Кабин, что Борислава Розенблат вносился, а сама Надія Савченко внесла ті поправки. Но, правда, у нас сегодня не работает правоохранная система, не работает судовая система. И много украинцев, которые за какие-то там дробные злочины были засудены. И потом им еще навязали 10 справ. И, соответственно, потом руками сидят в СИЗО, потому что через суд и следствия не могут им доказать их вину. Что касается, что предлагает Свобода, чтобы была борьба с организованной злочинностью в нашей стране, это принятие закон про зброю. Почему не принятие закон про зброю? Те страны, которые приняли закон про зброю, 70% сразу впала злочинность. Потому что бандит, злодей, который идет грабить, вбивать, он уже будет знать, что в доме может быть оружие. И он может там втратить жизнь. Спорный вопрос. На него нужно потратить не пару минут дискуссии, а отдельную программу. Ольга, я попрошу вас кратко, потому что вы у меня начнете следующую часть программы, которая уже близко. Пожалуйста. Я категорично не погоджуюсь с тем, что все проблемы с злочинностью в Украине нужно свалить на новую полицию. Так, новая полиция сегодня не вдосконала. Новая полиция сегодня не имеет подготовки. И они платят за это, знаете, чем? Своим жизнью, когда их злочинцы расстреливают, и они даже не знают, что делать. И не только неразкрытными злочинами. Но каждый, кто совершил злочин, он имеет родителей. Ольга, извините, я сразу вас перебью. В том, что, если вы говорите о трагедии Днепреста, в смерти этих двух молодых ребят, виновата не только преступность. Когда государство не строит школы, когда государство не занимается выхованием, когда дети не ходят в церкви, когда они не работают родители, когда они становятся молодыми, им нет, куда идти на работу, нет, где взять кредит, нет, как идти в вечернюю школу, тогда они начинают идти и заниматься. А будь-яка война, будь-яка революция, она поднимает пину. И вот эту пину мы сейчас имеем. Поэтому не можно разваливать на полицию. Нам нужно построить систему работы с молодью, которая бы была куда пойти, а не шукала бы где-нибудь погребовать. Я попрошу эту тему все-таки эксперта Тарас Загородний. Пожалуйста. Ну, я, например, в чом проблема закону Савченко и в чом проблема тримания людей в СИЗО? У нас, на жаль, слід визнати, часто следство зловживається им. Специально тримают людей в СИЗО, вибывают свидетельства, потому что давайте швидше подпишем все, что нужно. Это говорит о том, что если мы сейчас... И почему, в принципе, сейчас органы пытаются вернуть до первого состояния, но один в один. А потому что им так вигидно, потому что они не дотримуются строков следствия, и они что хотят, то и делают. Четыре года, я слышу нещодавнюю историю, и до десяти лет сидят люди сюда. Десять лет. Одиннадцать. Одиннадцать. Одиннадцать лет в Миколаве, я помню, сидела людина под следством. Тому в данном случае я не вижу, как это сможет побороть злочиненность. Тому они снова вернутся до тієї же практики. Они будут хапать людей с улицы, садить в СИЗО, говорить о себе, как там палки, они говорят, молюют. Будут молювать, скажут, что мы снова что-то боремся, а справедливые злочинцы снова будут гулять по улицам. Тому тут комплексно должна быть программа, в первую очередь, изменения и следовательных органов, и дотримание все же таки законностей, и так далее. Тому тут вопрос даже не в законе Савченко. Тут глубже вопрос в том, как работают наши органы, как они следуют Криминально-процессуальному кодексу, и чтобы они не ковырестовывали СИЗО в якости кативень и выбивании людей свеченья. Вот и все. Спасибо, Тарас. А теперь давайте посмотрим, как подытожили вашу дискуссию наши телезрители, которые сейчас нас внимательно смотрят и имеют возможность голосовать на нашем сайте подробностью. Задали моим вопрос очень простой. По их мнению, что больше повлияло на рост преступности в стране? Закон Савченко или непрофессионализм МВД? 60% считают, что дело все-таки за Министерством внутренних дел. Но, наверное, пора начинать. Если рыба тукнет с головы, наверное, пора с этим что-то делать. Переходим к следующей части нашей программы. Как и обещал. Как и обещал, Ольга, нет, вы не уходите. Мы не заканчиваем, мы только начинаем. Тему, которая очень близка вам. Реформа здравоохранения. Лечить по-новому будут украинцев. Это обещают нам в течение последних двух недель. Что представляет из себя реформа здравоохранения, которую мы ждем уже не первый год, и о необходимости которой нам говорит уже, избился со счета какой по ходу министр, который возглавляет ведомство, мы точно не знаем. Потому что нам пока представляют только тезисные наработки, но четкого законопроекта о реформировании системы здравоохранения по крайней мере я не видел, хотя и хорошо искал. Ольга Богомолец, вы у нас сегодня из власти единственной, не единственной, есть еще Ирина Сысоенко, ваша коллега по комитету, но вы представляете комитет по здравоохранению Верховной Рады Украины. Неделю назад я завал в эту студию исполняющие обязанности министра здравоохранения, здравоохранения госпожу Ульяну Супрун. Делал я это и в этой студии, в подробностях недели. Ульяна Супрун, наверное, не посчитала возможным или просто не смогла нужным прийти к нам на эфир. Поэтому отдуваться вам. Вы знаете, о чем идет речь? О каком законопроекте идет речь? Что будет меняться и как? Конечно. Конечно. Это первый ключевой закон 4456, который задает основу, как будет работать вся система, основу надения медической помощи. Это десяток законов и щодо ликарского самоврядувания, и щодо ликарских засобов, и щодо автономизации лікувальных закладов. Тобто нам нужно решить две главные меты. Где брать деньги и как обеспечить качество. И, власне, на эти две меты работают все эти законы. Они сейчас блокированы. Поясню, почему они блокированы. Потому что пришла новая команда Министерства охороны здоровья. И эта команда сейчас в раздумах. И нет властной позиции. И Кабинет Министров не выносит наши законы на голосование в парламент. Потому что он пока не получил от новых очистителей Министерства согласие или не согласие. И, власне, два недели назад я дала команде Министерства охороны здоровья два недели. Визначитесь. Або они согласились с нами, и мы начинаем вместе с нами. Они обязаны на сегодняшний день выполнять стратегию, которая была подтверждена парламентскими слушаниями, которую мы подтвердили в минулого года. Где прописан перехід до медичного страхования протягом наступных трех годов. И прописан каждый крок, который должен быть выполнен. Ольга, скажите, вы успели уже пообщаться с Ульяной Супрун, я думаю, да? Вы лично знакомы давно. Как вы считаете, это та кандидатура, которая нужна нашему Министерству здравоохранения? Ей удастся реформировать отрасль? Знаете, я считаю, что если она будет поддерживать нашего плана действий, то так, но пока что я этого не вижу. То есть, остался один неделю, кажется, до 100 дней работы команды Министерства охраны здоровья. Но при этом у этой команды нет министра, я хочу напомнить. Это никаким образом не обмеживает. Я ставила три задачи на этот год. На прошлый год. Минулый министр, и о том. Первый. Без чего ни одна реформа, ни какие кроки не возможны. Это качество лекования, затверждение, адаптация европейских стандартов. Я говорила про этот год в вашей студии. Мы не можем сегодня визначити, как качественно лековать людей, потому что лекарь делают помилки. Та самая проблема, как будет с полицией. Яку реформу можно сделать, когда люди не лекуют правильно? Первое. Адаптация европейских клинических протоколей. Наступное. Розрахунок механизма финансирования, то есть собевартости процедуры. За сколько можно, сколько это стоит государству и сколько нам реально нужно грошей. И третье. Это постанова при реформационной цены. Никаких изменений до законодательства не нужно. Это должна сделать команда Министерства охраны здоровья. Чему? Потому что, паном Яценюком, была скасована эта постанова. И только на закупку инсулинов в регионах, мы пораховали, вкрадено 100 миллионов на 5 позициях инсулиния в связи с отсутствием референтных цены, поревняльных цены. Вкрадено просто, нахабно абсолютно 100 миллионов гривен, которые можно было использовать на то, чтобы купить леки. Поэтому кроки для меня абсолютно зрозумели. Но и о других шагах мы будем сейчас детально говорить. А почему все-таки... Понятно. Не, Ольга, мы это все сейчас еще обсудим. Я не могу вам давать солировать так долго. На меня обижаются другие участники дискуссий. Извините. Николай, как вы считаете, а почему Ульяна Супрун до сих пор находится в должности с приставкой ИО? Рада не проголосует за нее? Мне сложно сказать. Это, наверное, больше вопрос коалиции. Я слушал госпожу Богомолец. Госпожа Богомолец известный медик, известный общественный деятель. Человек действительно с очень серьезным бэкграундом в этом вопросе. Я к медицине не имею никакого отношения. Я в этом вопросе рассуждаю как финансист и как пациент. Я когда готовился к эфиру и знал, что будет тема медицины, я посмотрел на некоторые цифры. И у нас статистика называет цифру средней зарплаты в медицинской отрасли 2850 гривен. И при этом средняя зарплата в целом в экономике 4150. Я вам могу сказать официально, что практически ни один медик в Одесской области... Я хочу еще раз, 4150? У меня очень много знакомых врачей, нет таких зарплат в Украине. Нет, 4150, я прошу прощения, в экономике. И 2 850 в медицинской отрасли. Пишут 3 800, но это неправда. Я могу вам сказать, что в Одесской области, если получает средний медицинский персонал до 2000 гривен, это счастье. Потому что большинство этих денег не получает. Мне кажется, надо начать с очень простой вещи. Обратиться к Конституции. У нас в Конституции записана бесплатная медицина. И никто... Безоплатная. Безоплатная. Одну секундочку. Безоплатная. Безоплатная. Одну секундочку. Если наши депутаты от коалиции не могут набрать 300 голосов по менее важным вопросам... Вот я хочу для того, чтобы когда они говорят, что давайте это... У нас признаем, что у нас... Скажите, что вы не хотите выполнять Конституцию. А если вы хотите выполнять Конституцию, тогда нужно вернуться к очень простой вещи. То, о чем говорила госпожа Богомолит, счастье финансирования. У нас на сегодняшний день, если брать отношения расходов на медицину к ВВП, они упали до 3 с небольшим процентов. При этом на оборону мы тратим 5 процентов от ВВП. Это вещи, которые элементарны. У нас нету ничего. У нас все разваливается. И при этом мы говорим, мы реформируем, мы реформируем, реформируем. Да, нужна страховая медицина. Да, нужны определенные вещи, касающиеся того перечня лекарств, которые действительно на сегодняшний день уже необходимо сделать для того, чтобы граждане имели возможность их получать. Компенсации не делается ничего, кроме разговоров, постоянных разговоров, каких-то мифических реформов, которые никто не понимает, в чем они заключаются. В чем разница между безоплатной и бесплатной? Просвятите. А сколько есть времени? Сколько времени? Ну, час не дам. Две минуты могу. Две минуты. Спасибо. На этот филологический спор. Значит, простой спор. Значит, 5 октября 2016 года комитет социальной политики, прошу учитывать, социальной политики, был первым чтением подготовлен законопроект про обязательное медицинское страхование. Где четко расписан план, каким образом должна быть реформирована система здравоохранения в стране. Это система оплаты за медицинские услуги, которых на сегодняшний день в стране нет. Бюджет сегодня медицины состоит из трех частей. 50 миллиардов государства, 50 миллиардов фармацевтия, 50 миллиардов в конвертах врачам. То есть 150 миллиардов гривен, которые крутятся у нас в медицинской отрасли. Если говорить сегодня про работу комитета, я скажу откровенно, они не будут реформировать медицину, их все практически устраивает. Они будут ходить по кругу, перекладываясь с одного медицина на второго, но они ничего не изменят, потому что всех сегодня устраивают. На каком комитете? Сегодня врачи это провайдеры крупнейших фармацевтических компаний, которые занимаются только тем, что продают лекарства. И больше ничего они менять не хотят. В этом заключается сегодня роль нашей медицины. Я от имени каждого врача сейчас вам скажу, что благодарить за это они должны только вас. Потому что это вы, ваши коммины не дают им зарплату достойную. У меня сегодня есть примеры. Сегодня через определенный фонд, формат, мы имеем возможность бесплатно, бесплатно раздавать лекарства. В первый месяц, в августе месяце мы привезли в Житомир на три больницы на 500 инженерных бесплатных лекарств. Это прекрасно. Я очень рад за жителей Житомира, что у них есть вы со своим фондом. Вы сказали пример. Что делать с жителем Николаева? Борислав, я категорически против, что каждый из выступающих, это касается не только вас. Один начинает окучивать, не отвечая на мой вопрос, окучивать избирателей в Житомире. Второй в Полтаве, третий в Луцке. Когда это прекратится? Хорошо, Алексей, без Житомира. Я просто хочу сказать до конца. Сегодня мы все говорим про новый вид обязательного штрафа. Это вообще святое место, Полтава. Который должен реформировать. А вот то, что должно сделать министерство, пани Ольга правильно сказала. Они должны сделать ДРДЖИ. Они должны разработать систему, сколько стоит та или иная медицинская услуга. Все. Сделать автономию медицинских учреждений. Для того, чтобы каждый человек знал, что придя в эту больницу, он должен, он должен. Не он заплатить лично, а за него должны заплатить такую-то сумму. Досударство, что угодно. Уже несколько раз в этой студии прозвучало словосочетание страховая медицина. Насколько она может стать панацеей для украинской системы здравоохранения? Ирина Сосонко, что вы скажете? И о каких сроках мы можем говорить? Это твое заблуждение. Внедрение страховой медицины украинцам обещает практически каждый новый министр. И все мы это слышим на протяжении 20 лет. Но я скажу так. Сегодня Украина не готова вообще к страховой медицине. Почему? Потому что невозможно научиться читать, не зная букв. Так вот сегодня, мы говоря про страховую медицину, мы должны понимать, что в первую очередь это оплата за услугу. Или страховой фонд государственный, или страховая компания любая, она будет платить за услугу. Сегодня в Украине мы не знаем стоимости ни одной медицинской услуги. Это первое. Второе. Обязательным должно быть принятие закона Украины, который есть в парламенте. И Министерство здравоохранения не мешает тому, чтобы парламент наконец-то принял законопроект про автономизацию медучреждений. То есть медучреждения должны стать некоммерческим предприятием. И тогда туда можно будет оплачивать и страховых фондов, и страховых компаний. Следующее. Очень важным является сегодня, перед тем, как мы будем думать, где дополнительно опять с людей или с работодателей брать еще деньги, которых и так у людей нет, на страховую медицину. Мы должны сегодня эффективно использовать даже те 3% ВВП, которые сегодня выделяются в бюджете. И сегодня мы это не делаем. То есть на каждого гражданина нашей страны в год выделяется 1000-1200 гривен. Так вот где они? Мы должны посчитать, сколько стоит государству экстренная медицинская помощь. Сколько стоит, и государство обязано оплатить лечение педиатрии. Сколько стоит лечение инфекционных заболеваний и так далее, и так далее. И прогарантировать каждому гражданину за те деньги, которые есть даже сегодня, оплату этого минимального гарантированного пакета услуг. А уже дальше, только после этого, мы можем говорить про то, что искать дополнительные деньги и говорить про внедрение страховой медицины. Каждый раз, когда я слышу о реформе в медицинской области, я сгадую слова. Я имею в виду возможность общаться с первым вецеспекером Литовского Сейма. Женка, она за фахом лекарь, гинеколог, является депутатом Литовского Сейма с 1990 года, но и дня не работала в Комитете с питанием медической политики. Не важно, как он там называется. На моё запитание, а чому? Бо вона все життя с 1990 года работала в правовом комитете, будучи лекарем-гинекологом. Она говорит, что я никогда в жизни не проведу реформу медицины. Чому? Я запитал. Потому что лекарь никогда в жизни не реформует свою галузь, где он работает. Только пациент может реформовать. Только пациент может реформовать. Людина, которая получает послуг. И самое критичное, я думаю, все коллеги тут погодятся, как и эксперты, так и другие, что медицина является одной из самых коррумпованнейших галузей в нашем суспільстве. И вот пока у нас будет финансироваться кое-какое место, мы будем получать крейды вместо леков. Мы будем получать и другие неакисные услуги. Гроши должны ходить за человеком. Гроши должны финансироваться послуга, а не кое-какое место. Только тогда мы можем выбрать. Люди, подведите снова все в перевыборах. Хорошо. Дуже важно. Первое, хочу выступить на защиту тех людей, которые каждый день, тяжело працювать, рятуют ваше, в частности, здоровье. Людей в белых халатах. Это герои. И это фронт, который никогда не закончится. Это жалюгидная зарплатня. Мы вместе с проспелкой работников медической галузи работали все законопроекти, которые вы выдавали. Жоден из них не получил одностойной поддержки. Нужно в этом направлении работать. Я считаю, что в этой сфере нужно навести порядок и декоррумповать эту галузь. Это первое, что главное нужно сделать. Что касается того, какая должна быть медицина. Приватная страховая или государственная страховая? Особенно я считаю, что государственная. Почему? Потому что самая государственная должна взять на себя ответственность, ликовать тех людей, которых она сделала хворыми. Самая государственная привела до того, что мы имеем сегодня пенсионеров, которые у 60 лет выглядят, как у 90 лет. Самая государственная и влада, разная влада за 25 лет, привела до того, что люди працювали в нестерпных условиях и получили копейки. И на эти копейки постоянно выживали. Сергей, мысль ваша понятна. Спасибо. Я хочу выступить на заход. Ростислав Волихновский. Но есть один важный момент. Мы встречаемся 18 числа с премьером Федерации Проспилок Украины. Я, как представник Федерации Проспилок Украины в парламенте... Это пошел анонс собственной политической деятельности. Это не Проспилки. Ростислав Волихновский. Вы как заслуженный врач Украины и собственник-владелец успешного бизнес-проекта, связанного с медициной. Мы только проговорили целый час ни о чем. А тут люди в белых халатах, какие летуют ваше життя. Как бизнесмен, вы смотрите на вот этот уровень дискуссий. В чем ошибки политиков, которые пытаются реанимировать систему здравоохранения? Вы их видите или нет? Ведь вы на своем опыте доказали, что медицина может быть не только неубыточной, но на ней можно еще и заработать. Бесплатная, государственная. Я даю на властном досвиде те, что с Украины... Борислав, я так подозреваю, что... Вот просто вижу, как вы идете в Житомирскую районную поликлинику лечиться. Бесплатно. Я тоже умею шутить. Я тоже умею шутить. Не забывайте об этом. Пожалуйста. Я очень лаконично и тезово. Первое, я хочу засвечить своим опытом то, что в Украине можно строить эффективную, приватную медичную практику, и никуда из Украины не нужно эмигрувать. Другое, мы видели не так давно на вашей программе, и говорили майже за те же самые вопросы, которые звучат сегодня. Ситуация кардинально не изменилась. Третий, с точки зрения простой логики, я не скажу уже каких-то бизнес-висушеных стратегий, необходимо понимать, что необходимо приоритизация. Нужно расставить приоритет. Если в стране медицина, живота, тривальность жизни, качество жизни украинца будет поставлена на первое место, то все будет в этой стране прекрасно, и с медициной все будет супер. Другой, любой бизнесмен понимает, что для втяжения супер-завданий необходима супер-команда, про которую сегодня говорили, но еще ждем от них результатов. И третье, безусловно, необходимый консенсус, необходимая поддержка и законодательной гилки влады, и пациента, и лекаря, и страховика, и народного депутата, и бизнесмена. Даруйте, но мы поменяем еще одну команду в МОЗе, но мы знаем, что это будет колоссальная загроза для всех. Кто тут присутствует на первом, втором и третьем поверхности. Для тех, кто нас ждет, когда мы прийдем домой, наших ближних. Сейчас много людей, вы знаете, 7 миллионов украинцев за час независимости уже меньше. На 7 миллионов украинцев уменьшилась количество населения в государстве. Выехало 17 тысяч лекарей, высоко обдарованных супер-факетов за последний год из Украины. Эмигрували. Берегово. 70 лекарей снимаются с МИН, покидают лекарню районную, эмигруют, по-моему, в Угорщину, или в Румунию. Их нет. Кто будет лековать этих хворих? Причины понятны. Что сделать, чтобы это вооружение было? Что сделать? Я скажу так, относительно самой команды Минздрава, я детально вручаю... Перевиборы, говорит Сергей Капул. А что? Это так? Перевиборы ничего не дадут. Заведут еще больше. Если можно, я закончу думку. В МОЗе где перевиборы? Если говорить за команду, которая сформована сейчас в МОЗе. Я детально вручаю их думки, их стратегии, их видения, их визию. Это команда обдарованных фаховцев. Это команда тех людей, которые знают, что нужно делать. Поверьте. Действительно, каждый замов и сама министр, они достаточно компетентны. Но все ли дадут им сделать? Но надо понимать, что начинать, что самое главное, и сколько времени есть. Потому что мы можем иметь самые генеальные идеи, но просто не достигнуть за тот час, который дает общество, доверия общества, доверия простого среднего украинца, она вычерпается с каждым годом, с каждым днем. Ей уже нет. Так они каждый день умирают, им уже нельзя. Понятно. Тарас, мысль ваша понятна. Спасибо. Еще раз коротко. Первое. Приоритизация раз. Другое. Разумение терминов. Третье. Это команда кризис-менеджмента, которая будет поддержана на верхах. Президент. Друзья, осталось мало времени, и очень большое количество желающих выступить, поэтому убыстряемся немного. Тарас Загородник. Я общался, как построена система медичного обслуживания. Можем сказать, что суда, государственная поддержка существует або на папере, как, например, у нас, когда есть выглядят, что начебто надаются качественные медичные услуги, а реальности нет. Або в тех странах, где есть столько денег, например, как Саудовская Аравия, которые могут себе позволить финансировать этот сектор. В других странах, в других странах, как строительство страховой медицины, просто не существует. В наших условиях, пока мы не понимаем, как оплачивать эти медические услуги, и цены визначать, и так далее, пока не будет введен коррупционный поток из медицины, говорить о чем-то, кроме того, что сокращение, увеличение количества койка-мест, не для чего. Мы приведемо до того, что люди будут платить еще больше за неякісные услуги. Это следует понимать. Далее. Мы должны все-таки, я не думаю, чему досы новая команда не визначила, а за какой модель будет строительство медицинское страхование. Я понимаю, скорее всего, у нас будет европейская медицина, когда все получают страхование, и так далее. Но тут наступное вопрос. А кто за это будет платить? Почему? Есть подозра, что у нас это будет пытаться перекинуться на работодавца, который, фактически, и так податков не платит. И он подъедет до этого хлопца и скажет, я тебе, например, в конвертах платят, как платили, так и платят. Поэтому и другие вопросы. Как мы решим, чтобы этот приватный сектор не монополизировал это вопрос, как, например, в Америке, когда высокая вартость медицинских послуг, и не всем доступны страхование, и так далее. То есть эти вопросы мы уже сейчас должны поговорить. Понятно. Вадим Карасев, после всего услышанного в этом блоке, как вы считаете, когда Украина станет здоровее? Ну, скоро не станет. Знаете, это как земельная реформа. Каждый год мораторий. Что боятся? Страшно. А что дальше будет? Вот так и с медицинской реформой. А все начинается, знаете, с частностей каких-то. Первое. Вот государственное страхование. А будет же дефицит вот этого фонда. Государственное страхование. Опять с госбюджета платить. У нас дефицит пенсионного фонда все время. Госбюджет платит эти деньги. И вроде бы... Поток. Поток вам надо будет. То же самое. Первое. Второе. Знаете, надо понять, что медицинская реформа, это не министерство больниц, это не министерство поликлиник и даже не министерство охраны здоровья. На Западе используется другая формула. Управление здоровьем. Управление. Это финансовый менеджмент. Это медицинский менеджмент. Это диагностика. Это капиталоемкая отрасль, между прочим. Она очень высокотехнологичная. Проектный режим управления. Поэтому тут надо, прежде всего, наметить воображение, какая картина реформы и картина того, какая должна быть медицина. Спасибо. Мы сегодня говорили, только что мы говорили о здоровье нации, о том, как нас будут лечить по-новому. Но, как всегда, все закончилось тем, что мы увидели, насколько больна вся наша страна, не только отрасль здравоохранения. Кто ее лечит, вы видите в каждом эфире нашего ток-шоу «Черное зеркало». Запоминайте все, анализируйте. Выборы когда-нибудь будут. Тогда вы поставите всем свой диагноз и пропишите всем свое лечение. Скоро будет. До встречи через неделю. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова